МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Аку первом шуши уничтожены хачкары на территории танка-памятника. Учителя, прошедшие перед подготовкой в нашей стране из разных штатов США, будут преподавать историю совершенного против армагеноцида в своих странах. Новая клевета в Аку. Обсуждено важных действенных шагов, ожидаемых от ЮНЕСКО в вопросе историко-культурного наследия Арцаха. Армянские шахматисты входят в число лидеров международного турнира в Грузии. На 17-м заседании экспертного механизма по правам коренных народов, проходящим в Женеве, председатель Национального совета Республики Западной Армении Армянак Рабарамян представил несколько фактов с веб-сайта ФАУ. Итак, по состоянию на 2021 год из 8771 вида млекопитающих и птиц, используемых в пищу и сельском хозяйстве, во всем мире 2281 были оценены как находящиеся под угрозой исчезновения, 619 как вымершие. Существует около 400 тысяч видов растений, более 60 тысяч видов деревьев и более 160 тысяч видов рыб, моллюсков, крабов и водных растений, микроорганизмы и беспозвоночные самые разнообразные группы на Земле. Однако 99% бактерий и протистых остаются неизвестными. Армянак Рабарамян отметил, вопрос генетических ресурсов в этом отношении жизненно важен для коренных народов и с точки зрения жизни клеток, из которых они состоят. Одна из тем, которая может стать предметом более углубленного изучения, это выявление несоответствия между международными правовыми документами, предназначенными для коренных народов, их генетическими ресурсами и правом на самоопределение. В качестве примера можно привести статью 26 в соответствии декларации 26 о правах коренных народов. Коренные народы имеют право на земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно распоряжались, использовали или приобрели. Конвенция о биологическом разнообразии, согласно которой государства будут иметь суверенные права на свои биологические ресурсы. Соблюдение декларации прав коренных народов и статья 26 Международного договора о пищевых и сельхо-хозяйственных филогенетических ресурсах. Статья 9. Статья 26. Декларация прав коренных народов и соблюдение международной организации труда в соответствии конвенции 169. Статья 13, 14, 15. В соответствии с статьей 26 Декларации прав коренных народов и договором Всемирной организации интеллектуальной собственности о генетических ресурсах и традиционных знаниях. В частности, статья 2 и 4, которые были недавно приняты Всемирной организацией интеллектуальной собственности в присутствии нескольких делегаций коренных народов, но без консенсуса в отношении прав владельцев генетических ресурсов и традиционных знаний. В соответствии с статьей 26 Декларации прав коренных народов и Конвенции ЮНЕСКО о наследии статья 1 и 2. 10 июля состоялось очередное заседание Национального собрания Республики Западной Армении. Повестку заседания представила председатель Национального собрания Нелли Арутинян. В первой части участники обсудили темы актуальности и обоснованности программ, связанных с Западной Арменией. Депутаты поделились своими идеями, высказав свое мнение на то, что именно должно быть направлено на саму программу. Второй вопрос повестки дня был следующим. Как сделать Национальное собрание более действенным? Депутаты поделились своим мнением. В завершении заседания участники обсудили текущие вопросы повестки дня. После полной оккупации Арцаха в сентябре 2023 года Баку в первую очередь демонстративно демонтировал знаменитый танк-памятник недалеко от города Шуши. Напомним, танк был символом освободительной борьбы Арцаха, символом победы, где отдаются дань памяти героям, павшим в освободительном борьбе за Шуши. Недавно блогер Кемран Размавар опубликовал видео возле танка-памятника, на котором видно, что также уничтожены, установлены возле памятника хачкары, памятные доски, увековечивающие имена павших борцов за свободу. В частности, был разбит хачкар, возведенный в 2021 году в память о Бакопе Арутиняне, погибшем в 44-дневной войне в Каринтаке и прочие хачкары, установленные на территории. Об этом сообщает независимая академическая платформа «Мониторинг культурного наследия Арцаха». А скоординированные кампании Баку в этом направлении особенно свидетельствуют разрушение нескольких значимых хачкаров. Среди них хачкар села Аракель Гадрудского района, хачкар городского мемориального комплекса борцов за свободу, уникальный хачкар Лачинского исторического кладбища XIV века, также ряд хачкаров XV-XVI веков. Платформа подчеркивает, нацеливание на хачкары запрещено международными законами и считается тяжким преступлением, направленным против всего человечества. Культура хачкаров также имеет дополнительную защиту во время и после войны. В частности, согласно Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов и дополнения к конвенции 1999 года, согласно принципам второго принятого протокола, вся культура хачкаров имеет усиленную защиту. Следователем, Баку должен обеспечить неприкосновенность культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой, воздерживаясь от превращения таких ценностей в объект нападения или возместия. Третий год подряд 15 американских учителей участвуют в программе Американской организации «Геноцид Эдукашн Продекш». В рамках 10-дневной программы организована программа обучения американских учителей, цель которой посредством курсов, организованных с использованием реальных фактов и архивных документов, представить американским преподавателям историю геноцида. В беседе с «Арми Пресс» директор программы «Американка армянского происхождения» Роксана Макашчан уточнила, много лет назад в штате Калифорния был принят закон, согласно которому материалы о геноциде должны были преподаваться в американских школах. Однако через некоторое время стало ясно, что работы в этом направлении не ведутся, поскольку на эти цели не было выделено средств. Именно исходя из этого обстоятельства родилась идея, согласно которой необходимо было создать организацию, помогающую школам и учителям иметь соответствующие материалы и подготовленные кадры, которые должным образом представят и преподадут историю совершенного против армян геноцида. Проделанная работа была очень эффективной, и даже учителя, принимающие участие, выразили удивление, сказав, что всегда имели желание затронуть эту тему, но не знали, с чего начать. Исполнительный директор также добавила, причина в том, что всегда существовала очень серьезная антипропаганда в отношении истории, совершенного против армян геноцида, и американские учителя часто не могут сориентироваться, где найти достоверную и правдивую информацию об истории. Министерство культуры Баку и Агентство интеллектуальной собственности распространили совместное заявление относительно незаконного присвоения и нарушения авторских прав музыкального произведения Карабах бакинского композитора Баграма Насибова. В совместном заявлении говорится, что случаи присвоения армянами произведения бакинских авторов и фольклора продолжаются. Отмечается, что еще один подобный случай связан Гором Епремяном. Он исполнил композицию Карабах автором слов и музыки, которой является известный композитор Баку Баграм Насибов. Об этом сообщила еженедельная газета АСК. Также отмечается, что в недалеком прошлом Восточная Армения обвиняла Баку в плагиатии. Присвоение армянской культуры обращалось в ЮНЕСКО и фактами доказывало, что у наших кочевых соседей с многовековой биографией большой аппетит и амбиции. В последние годы почти каждый день Баку озвучивает новые угрозы и клевету. 10 июля постоянный представитель Восточной Армении при ЮНЕСКО Арам Акопян вручил верительные грамоты генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле. Собетельники обсудили перспективы расширения сотрудничества между ЮНЕСКО и Восточной Арменией. Коснувшись инициатив ЮНЕСКО по защите культурного наследия, Арам Акопян обратил внимание на угрозы историко-культурному наследию Арцаха, подчеркнув важность ожидаемых активных шагов от ЮНЕСКО в вопросе их устранения. До конца международного шахматного турнира, проходящего в Батуми, осталось три раунда. В группе А единоличным лидером является международный мастер Стефан Погосян, на счету которого пять очков из шести возможных. Гроссмейстеры Левон Бабуджан и Сема Макрчан набрали 4-5 очка и занимают 4-5 места. Соответственно, единственным лидером в группе Б является Менуа Акопян, выигравший все шесть игр. В группе Б единоличным лидером является Араик Яврян, набравший 5-5 очка. В группе мальчиков до 12 лет лидерами являются Гор Григориан и Армен Арутинян, у которых по пять очков. В группе девочек до 12 лет единолично лидирует Ангелина Миракян, набравшая 5-5 баллов. В группе мальчиков до 10 лет единолично лидирует Микайл Сарксян, у которого 5 очков. Напомним, в турнире от Восточной Армении принимают участие 88 шахматистов. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Продолжение следует...